Окей, как дела, как дела, специальная передача, Давид на чистом безакцентном иврите передает эти каббалистические волны Виктору в Мурманск, он покрывается священными духами Святой Земли. Между прочим, это серьезно, Витек, я верю, и многие так верят, что это слышать иврит, но Давид говорит, это действительно очень-очень важно. Даже не понимая, что слушать иврит, это очень хорошо для всего. Для аппетита тоже, хорошо спиться, все хорошо. Я сразу вспоминаю песню из дворовых, из этих, которые я любил в свое время, благоту, они там по-своему что-то гыр-гыр-гыр. Ну, не буду дальше говорить, цитаты не буду приводить, но смысл в том, что его женщину принимала иностранца у себя дома. Это был такой у нас певец Барт, забыл его фамилию, вспомню потом в процессе, потом он погиб. Ну, очень смешно, ха-ха-ха, но смотри, это самое, вот, например, ты уже знаешь тоже много слов на иврите, вы знаете, ты знаешь, вот какие ты слова на иврите знаешь, Витек? Ну, смоли, шесть, смоли. Окей, смоли, окей, смоли, смоли, это восемь. У меня все в правоту и тематику все уходит. Это восемь, а как сказать привет, мир, мир, здравствуйте. Шалом. О, шалом, а ты тоже, а то ты тоже знаешь, даже Бог, Бог появится, мы говорим ха-шем, ха-шем. Это значит, ха-шем это имя, ха-шем это его имя. То есть, поскольку Бог такой святой, вместо того, чтобы называть Богом, он говорит, ну, как в армии говорят, ваше превосходительство, ваше превосходительство, пожалуйста, войдите. Это ха-шем. Бару ха-шем, слава Богу. Бару ха-шем. Бару ха-шем, тоже знаю. Это я просто растерялся. Ты спросил, я растерялся. Все, я не люблю экзамены сдавать, особенно если неожиданный экзамен возникает. Ну, теперь тебе уже пятерка с плюсом. Ты сдал экзамены с блестящими, с блестящими цинками. Тебе, за четкий запись, сдал, получил диплом. Окей, ребята, начинаем, значит, урок. Мы начинаем, сегодня у нас такое число, где моя календарь. Сегодня у нас четверг, седьмое, Кислеф, 11 ноября 2021 года, Кислеф, 5782 год. В четверг, в восемь часов вечера по Берешевскому времени в Израиле. Мы проходим на первой книге Моисея, Брэйшит, и мы сейчас находимся на седьмой части Проша. Мы ее закончили, когда Яков ушел с Берешева. Вопрос такой, мы, как мы решили просто раз, продолжать немножко проанализировать часть ВАЕЦЕ, где Яков идет к Лавану. Или мы уже полностью все это обговорили и готовы перейти на следующей части, то есть, когда он закончил все время работы у Лавана, у него есть четыре жены, у них у него есть 12 детей, он уже ушел и пошел по направлению к Канаан, в Израиль, который будет в дальнейшем, и по дороге он должен встретиться со своим братом. Это Пороша ВАЕСЛАХ. Если нет вопросов по предыдущей Пороша ВАЕЦЕ, мы нуждем в ВАЕСЛАХ. Как вы, ребята, согласны? Нет? Как скажешь, у меня только один маленький вопросик есть. Вот по ВАЕЦЕ, по 29-й главе, сразу же в начале ее, там, 12-й стих, я так не совсем въехал в суть этого, ну, скажем, сна Якова. Можно я прочитаю прямо с этого, с текста Торы, 12-й стих. И снилось ему, вот лестница стоит на земле, а вверх ее достигает небо, и вот ангелы всесильного восходят и спускаются по ней. Как понять это? Восходят, а то поднимаются по лестнице, а потом спускаются. Откуда они поднимаются? Восходят. Я не все, не понял вот смысла вот этого. Начал размышлять, непонятно. Они на земле были, вошли, а зачем они по лестнице вошли вверх, а зачем они снова стали спускаться? Если они были на земле, так они сразу непосредственно могли общаться с Яковом. Кто может, кто хочет? Давид, может, ты хочешь прокомментировать этот вопрос? Да. Это холом. Как будет холом? Сон. Да, 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 сон, 12 стих, самое начало, по сути, 28 главы. Сон не снится, ему сон. Но с ней может, что хочешь присниться. Да. Нет, 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 то, что приснилось, это ладно. А суть-то вот, вот ангелы восходят по лестнице, до небес, упирается в землю. Они восходят по лестнице, потом спускаются. Окей? Окей. Восходят и спускаются по ней. Вот сейчас Давид отвечает, у него там раши комментарии, он смотрит. У меня не раши комментарии, не раши, потому что это сон, во сне всякие вещи могут быть. Я сейчас рассказал, я имел сон. Давид только снова рассказывал сон мне до этого. Да, я рассказал Леву, у меня был тоже сон, что я иду там в синагогу, там всякие такие, но там ангелы не были, только люди еще должны молиться, а я никак не могу найти эту молитву, где пишется, а так я не могу с ними молиться. Но у Млавоследия… Это сон в руку, тебе надо постричься. Может быть. Это сон. Рамбам говорит, что есть… Рамбам-ма или Рамбан-ны? Рамбам-ма. Моймонедис, окей. Може Моймонедис. Рамбам говорит, что единственный человек, который говорил с Богом не во сне и не по-другому, а на самом деле, как человек на человек, это был Моисей. А все другие, Авраам, Ицхак, Яком, Билам, все эти люди, которые мы читаем в Торе, у них с ним, у них коннекшен, связь с Богом, она не была как человек на человека, вот так вот. Понятно, понятно. По-другому, по-другому. Это одно. Еще говорит Рамбам, что Сулам, Сулам – это лестница. Лестница – это значит, что человек, что вера человека идет так, что это всегда из человека наверх. Это значит, что то, что Рамбам, как Рамбам видит веру, связь человека с Богом, это только может быть, когда человек думает о Боге. Это идет и снизу наверх, не и сверху снизу. Даже если пишется, что Бог как-то, как сказать, спустился, да, как-то спустился на человека, чтобы с ним поговорить, это не значит, что он спустился. Это значит, что человек смог как-то перепрыгнуть, подняться и что-то понять, что надо делать, что будет. Эта интеллигенция перепрыгнула еще одну, потому что Рамбам был очень реалистный человек. Один уровень. Он не был очень мистический. Извините, на одну минуту я отлучусь. Я буду слушать. Говори. Все, я свое закончил. Окей, очень-очень-очень хорошо проектирую. У меня есть дополнительные, есть какие-то комментарии по этому, тоже Раши и другие, но в принципе, то, что Давид сказал, мне кажется, лучше даже, чем у меня здесь написано. Поэтому многие Медрашиевские комментарии на это идет. Да, очень-очень, потому что кто эти ангелы, что они имеют? Это стоит, стоит этот, ну, сулам. Лестница. Лестница. Стоит лестница, а Бог стоит на самой высоте. На конце лестницы. Тут пишется, Бог стоит на конце лестницы, и ангелы ходят, и ангелы ходят. Бог стоит над ним и говорит. Над ним, значит, конечно, над лестницей, над всем этим. Так ангелы были или не были? Во сне. Это ангелы, это может быть всякие, это может быть всякие вещи. Вот для Рамбама, для Рамбама, ангелы, это, ангелы, я скажу по-английски, или, angels for the Rambam are basically different levels of human consciousness. Но ангелы, согласно Рамбаму, ангелы, это разные уровни человеческого сознания. То есть это иносказательно. Ангелы не имеются в виду, что именно ангелы, а не духовная сущность. Да, для Рамбама это не сущность, а это просто процесс поднятия человеческого духа. Да, это процесс. Навстречу всевышним. Да, это процесс, и тут это процесс человеческого духа, потому что это еще сон. Это у него во сне. Ну, даже во сне, если дается такой подробный рассказ обо сне, значит, здесь имеют значение все слова. Я не говорю, что это материальный объект, ангел. Но значение это имеет. Это не тот сон, который приснился тебе, или приснился мне, для тоже иногда снятся сны. Я не знаю, вещи они или нет, потому что если сон исполнился, то он вещий. А если я предпринял какие-то действия, и сон этот в сторону отодвинул, значит, он не вещий. То есть я не знаю, мне тоже снится. Но мой сон, он не тот сон, который был у Якова. У Якова сон связан с тем, что он встречался с Всевышним во сне. Кто-то ему сказал конкретно что-то? Яков поднялся до него. Тогда понятно. Потому что по нашей традиции, потому что все наши праотцы, Авраам, Ицаак, Яков, Боисей и так далее, все пророки, их действия отличаются от нас в том, что у них гораздо более заряженные действия. Да, и если сон пересказывается так подробно, то, скорее всего, это тоже имеет значение. Но я согласен с Давидом. Скорее всего, это в таком смысле выносказательный. Окей. Очень хорошо. Спасибо, Давид. Окей, ребята. Спасибо. Я с этим вопросом разобрался. Можно двигаться дальше. Давайте возьмем просто как бы, я возьму пять минут, перевозь в общих чертах, очеркнем. Тогда будет нас готово на воскресенье хороший разговор. Значит, Яков, Виктор меня просто поправил, не 22, а 20 лет он там провел, 7, 7 и 6 у Лавана. Между прочим, на вопрос, помните, ребята, Виктор меня спрашивал, значит, кто Лаван находится в Раму? Или кто Лаван находится в Якову? Ну, дядька, дядька. Правильно. Потому что Лаван это... Это брат его мамы. Лаван – это племянник Авраама. То есть это все... Это Авраама, брат его матери. Да, то есть это все семейные связи. Это все это в семье. Хоть там они не настолько высокие духовно, так сказать, как Авраам, но тем не менее, когда нуждало Якову жениться, так послали к семье. Все-таки, смотрите, даже Ривка, в которой она вышла и женилась, есть Лаван, ее папа, такой идолопоклонник. Но тем не менее, когда они сидят дома за столом, о чем-то говорят. Если человек действительно... И если там человек живет в семье плохого человека, то дети обычно не очень хорошие вырастают. А какая хорошая Ривка выросла? Значит, какое-то... Что-то в семье было хорошее. Ну, конечно, хорошее. Взяла, украла идолов, чтобы самой пользоваться. Я не просто распорю. Вот сейчас спорю по этому поводу. Не такая уж она хорошая. Не такая замечательная, как ты ее представляешь. Читая текст, я не делаю эти выводы. Значит, хорошо. Она была обычной женщиной, такой, как были все. Она не была исключением, я думаю. Окей. Она просто была красива. Она была пастушкой. Посла скот. Ну, наверное, любила тоже Якова. А детей иметь не могла. А вот это, наверное, и есть следствие того, что это родственный брак, по сути. Что Всевышний, в принципе, это запрещает. Дальше будут у нас в этом темы. Ну, вот, это хорошо, хорошо сколовитек. Выпьем за это. После этого теперь Яков со своими женами идет как раз на встречу, постречаться со своей папой, с мамой, которых уже не видел 20 лет. Но по дороге, по карте, если посмотрите, они идут с Харана, где-то в районе Сирии, северная Турция, северный Ирак. Оттуда они идут с севера, как бы на юго-запад по направлению к Израилю. А Исав, его брат, живет здесь примерно, где сейчас Иордан. В общем, он как там живет. И он идет с юга, как бы на север, на встречу с Якову. И вот эта встреча между двумя братьями, это будет очень кризисная манера. То есть Яков начинается в Ишлах. Чего? Яков посылает ангелов перед собой. И много комментариев в Торе говорится. Может быть, это было не ангелы, а послы. Нет, слово Малахим. Совсем это слово по-евриту Малахим, ангел. Ангел – это посол. Посол. Ангел – это посол. Да, да. Это может быть по-евриту слово Малах. И вот я посылаю Лева в супермаркет, мне что-то купить. Посланника. Я послал ангела. Да, да. Вот он посылает. Опять-таки, много разговоров на самом деле, кто это они были. Люди, ангелы. В общем, посылают кого-то. Они встречаются с ним, возвращаются обратно и говорят, Яков, готовь, готовься. Исав идет к тебе на встречу. И с ним 400 человек. То есть, это не просто «Здравствуй, братик, братик, а со мной 400 человек. Очень готовься». Что Яков делает? Яков написал… Делит на две части свое племя. Он делит на две части. Но интересно, что здесь… Я только вкратце скажу, а потом будем обсуждать. Яков очень… Я не знаю, как на русский переводится. Написано, 32 глава, 8 стих. Яков был очень испуган. И это его испугало. Ну, он боялся. Он боялся. Он же знал, что, во-первых, у него собирается убить его брат. Его мама об этом сказала. Перед тем, когда отправляла. Правильно, правильно. Но поскольку это слово повторяется дважды, комментарии говорят, что он боялся. Конечно, он не для себя боялся. Но он тоже боялся, что он знал, что он выиграет. Но он тем не менее, что в этой битве он мог его убить и сделать плохо что-то Исаву. Этого тоже волновало. То есть он со встречи с братом его волновало. Потому что он не хотел встречаться с братом, чтобы была какая-то конфронтация. Он хотел с братом встретиться по-хорошему. И вот в прошлый раз мы говорили, когда вы помните, встретиться, он отдает свое благословление ему. Но это мы слишком многое в прошлый раз говорили. Сейчас этого не будем. На этом останавливаться. Факт тот, что он, как Виктор сказал, он на Бога надейся, а сам не плашай. То есть он сделал все, что он мог. Разделил на два лагеря. Если что, когда встретятся с Исавом, он жон оставил сзади. Для того, чтобы Исав не слишком на жон его соблазнился. То есть он сделал все, что может быть, чтобы встреча произошла мирно. И вот, значит, Исав подходит. И как раз Исав бежит к нему, бросается на встречу, целуется. И многие комментариев говорят, что насколько Исав такой вспыльчивый с характером. Ну, охотник, вспыльчивый. Но тем не менее, в тот момент встречи, братские чувства все взяли свое. Но он 20 лет его не видел. Приходит. И многие комментариев, не все, но многие комментариев говорят, это слезы Исавы, это его радость по встрече была искренней. Он действительно был доволен. Это мой брат. То есть в этот момент у них все их проблемы и прошли. И Исав спрашивает, ну, как у тебя дела, как что они говорят о своей жизни. Но тем не менее, Яков знает, что встреча хорошо прошла, но не затягивайте ее. То есть если все прошло по-хорошему, нужно скорее заканчивать. И до свидания, расстанемся с друзьями. Если слишком много рассиживается, неизвестно, к чему это приведет. То есть Яков как бы старается эту встречу поскоро изменить. И Исав, они прощаются доброжелательно. Они расходятся и Исав уходит к себе домой. А Яков продолжает путешествие дальше и доходит до Шехема. Шехем – это Набулс сейчас, Давид. Шехем, можно Шехем? Набулс? Набулс. Шехем сейчас называется Набулс. Он приходит к Шехему. И в Шехеме происходит очень печальная история. Дина, дочка, единственная дочка Якова, походя, она была такая наивная девочка. Она хотела выходить, она всех любила, всех хочет в мир. Она пошла, как у вас дела, чем можно вам помочь. А принц Шехем ее схватил, в принципе, изнасиловал. И это дошло до Якова. Яков, тем не менее, сразу же не ответил на это, потому что, как бы ни было, их всего 12 человек, а там целый город. Но когда пришли Лилий и Симон, они сделали такой план, что, ну, если вы… А Шехем, его папа, и он имели наглость после этого изнасилования прийти к Якову и сказать, вот мой сын хочет жениться на вашей дочке. Ну, в наше время, если бы там отец сидел, у него дочь изнасилована, отец бы ему пистолет и пулю в глаз ему дал. Но он не мог так поступать, потому что их было очень мало, и он должен быть каким-то, как-то дипломатически это вилять. Он так бы остановился, и они придумали схему. Если вы сделаете обрезание, потому что мы не обрезанных не женимся, мы евреи, если сделаете обрезание, ну, тогда они сделали обрезание. Обрезание три дня – это очень более болезненный период, особенно третий день более даже болезненный, чем первый, потому что, когда делают обрезание восьмидневному ребенку, это восемь, он там маленький, у него чик, он ничего не заметил, попищит, ай-ай-ай, и все прошло. А когда человек уже там много лет, то это нужно делать с хирургом, это нужно у доктора делать, а не просто такая – раз, чик, и все сделать. Нужно делать на шляхе. Они все это сделали, и поэтому они были как бы перебинтованы, там сидят, отхаживаются. Ливий, Ливий и Шимон. Шимон – второй сын Якова, а Ливий – четвертый сын Якова, вдвоем. От Ливии идут левиты, левиты – те люди, которые миссия будет учить нас в шоре. Вот Ливий и Шимон пошли с мечами и вырезали всех им весь. Всех вырезали, потому что они могли себя защищать, они были обрезаны, они на кровати сидели там с температурой. Вот они всех вырезали. Пришли обратно, и Яков, и Якову, когда до этого дошло, Яков в принципе, но в коротке говорил, что вы неправильно поступили. Он критиковал не их, а их действия. Они ему говорят, ну а что ж, папа, они, значит, с нашей сестрой ведут себя как с проституткой? Что ж нам нужно было молчать? И Тора говорит, что Яков на это просто ничего не ответил. Он молчал. Но сделали – сделали. Но тем не менее, они отомстили за сестру. Но Яков говорит, что в принципе эта месть была слишком большая. Но если хотели убить, убейте Шехома, убейте его отца. Зачем нужно вырезать весь город? То это еще один пример, что в нашей истории, мы это уже несколько раз в прошлом говорили, если мы хотели бы приукрасить свою историю, что у нас такая история, мы идем ангелом, мы такого бы не написали о себе. У нас у всех, и Авраама, и Якова, и Моисея, у нас есть все какие-то пробелы. Мы на них не слишком концентрируемся, потому что у наших праотцов было гораздо больше хороших качеств минусов. Царя Давида тоже было. Но тем не менее, мы прознаем. Мы идем от настоящих людей, которые действуют иногда. Но что делать? Нужно было их убивать или не нужно убивать? Всех убивать? Не всех убивать? Может быть, сделали ошибку? Но тоже понятно, если они в ненависти идут, они не могли себя сдержать, вырезали весь город. Это можно критиковать, правда ли, неправильно. Это на это можно у нас еще 20 уроков пройти, на это рассказать. Но факт тот, что Тора пишет, произошла проблема. То есть мы вот сейчас учим Тора, и мы видим, каждый раз мы проходим к эпизоду, нет такого эпизода, что было черным по белому. Каждый эпизод, мне кажется, что они правильно сделали. Виктор считает, они неправильно сделали. Давид скажет, но они не совсем правильно. Михаил скажет, они могли бы сделать лучше. Вот 4 человека, уже у каждого получается какое-то мнение. 20 у 20. То есть это отражает реальность жизни. У каждого своя опыт, у каждого своя судьба. Каждый смотрит немножко по-другому. И даже вот в этом отношении мы смотрим на такую ситуацию, которая что нам говорит? Когда мы в своем жизни встречаем какую-то ситуацию, которая сложная, с одной стороны, вот мы учим Тору для того, чтобы знать, как решать серьезные проблемы. Что нам тоже говорит? Из-за этого нас, христиане и мусульмане, не могут понять. Потому что в христианстве и в исламе все идет вот так. Это хорошо, это плохо. Это хорошо, это плохо. Нету никакого диалога. Правильно. Вот интересно, что ты сказал. Как раз точно у меня слова с языком Давид взял. У мусульман, например, я не хочу критиковать мусульманов, но, в принципе, если человек украл в Ираке что-нибудь, его ложат на землю, руку вот сюда, и проезжает машина, и раньше мечом отрезали руку. Если тебе... То есть окажут, потому что они говорят, мы тоже верим в Машу Тору. Тора дала Богу, Моисею дала, Моисея один из пророков, он хороший, у нас есть свой пророк, а все не хорошие пророки. Иисус хороший пророки, Моисей хороший пророки, Мохаммед самый лучший пророк, все пророки нормальные. Но, тем не менее, если написано око за око, лук за зуд, это все... Чего там думать? Чего там думать? А у нас, ну, око за око, выбери око, два пистоля, бум, око. А если украл, отрежь руку. Написано в Торе, значит, что надо делать. А мы начинаем анализировать, но это значит не око за око, а стоимость око, а какая стоимость. И все эти кровавые вещи в результате, если посмотреть нашу историю, говорится в Талмуде, тот суд еврейский, который за 70 лет вывел одну смертную казнь, назывался кровожадным судом. То есть, несмотря на это, практически никогда мы это не применяли в жизни. Для того, что, например, если человек, вот смотри, человек идет, вот человек взял пистолет, зашел в магазин, бум, 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 пять человек подстрелил. Его полиция поймала. Арестовали. Присудили. Свидетели есть, есть. Ага, смертный оказался пять человек. По Торе? Что по Торе ему делается? Ничего. Он идет свободно. Потому что для того, чтобы человека наказать смертную казнь, должно быть минимум два свидетеля, которые его предупредили. Ты знаешь, Вася, ты сейчас будешь стрелять, а ты знаешь, что если ты их убьешь, то тебя тоже убьют. И, между прочим, как убьют? Мечом голову отрежут. Не повесим. То есть, если ему точно не объяснили, как он и сделает, его осадить нельзя. Тогда вопрос становится такой, что же это за справедливость такая в еврейской религии? Человек там пять человек пострелял, и он идет. Справедливость большая есть, потому что, в отличие от нерелигиозного суда, западного, современного суда, когда у нас справедливость. Ты их убил, тебя повесили или в тюрьму на 20 лет посадили. У нас есть Бог. То есть, если ты это сделал, у тебя свидетелей не было, иди гуляй, но тебя Бог возьмет. То ты так от этого не отвертись. У тебя, может быть, через год ты будешь проходить какого-то здания, а на тебя бочка упадет с крыши. Или ты будешь купаться в речке, и тебя за водоворот захватит и потонет. Что-то с тобой сделается. То есть, мы верим, что Бог тебя все равно накажет. Мы тебя теоретически, то есть, практически, наказать не можем, потому что не было свидетелей. То есть, у нас есть постоянный анализ, как на какую ситуацию, и как Давид сказал, поэтому все христиане, мусульмане говорят, ребята, вы сидите в своих синагогах, вы учите Тору, вы начинаете выдумывать, а как это слово сказало? Это Тора или Торы? Сколько же у вас Торы? Одна, две, две с половиной? Что там думать? Человек провинился, пулю в лоб, и все, достаточно. У нас такого нет. У нас для того, что этот анализ практически за три с половиной тысячи лет привел нашу нацию, нас, к тому, что мы, в принципе, гуманные люди. Что евреи неизвестны, а это мы не римляне, которые захватили весь мир. Мы не хотим захватить весь мир. Мы хотим жить в Израиле, жить в своей жизни. Французы, хотите кушать грибушек? Кушайте на здоровье. Вы хотите делать кушать. То есть у нас получается гармоничное. И вот это вот описание того, что происходило, даже Левиты, Леви произвел такое Симеон, когда в дальнейшем, вы помните, когда в дальнейшем, когда придет Иосиф, будет в Египте, когда к нему приходят братья, помните, когда начинает, немножко забегая вперед, когда Иосиф скажет, ребята, вы идите обратно к папе и скажите, пусть он идет в Египет, со мной, приходи в Египет. Но Симеона, Симеона, он оставил себя в темнице. То есть говорит, Симеон, ты сорви голова. Ты здесь посиди, потому что если ты со всеми братьями он брат поднешься, ты опять проблему какую-то найдешь. Симеон и Леви должны быть разъединены. Это не та пара, которая к хорошему приведет. Иосиф это понял. Знал. Вот в этом отношении они как раз себя проявили немножко как бы сорви голова. Вот в общий комментарий. Давайте удачное время немножко поговорим. Минут там 7-8 осталось, а потом в дальнейшем мы опять-таки на следующее занятие воскресенье мы пройдем более детально. Давайте открываем пару минут для вопросов, комментарий. Пожалуйста, ребята. Я думаю, я сейчас читаю книгу, называется «Война евреев на Римской империи». Это написал книгу Иосифус Флавиус. Иосиф Бен Матит-Яху. Он был еврей. Он был от страны его матери, он был Коэн. И он написал большие книги истории израильского народа. И он жил, когда был второй храм. Он тоже написал, как этот храм упал. Он жил, ну, это годы уже конца второго храма и немножко позже. И там такие вещи пишутся, что если вы прочитали, невозможно поверить, сколько войны, сколько убийц, сколько убитых, сколько евреи нападали на евреев из-за политики. Да, что делать? Римская империя сказала так. И эти греки сказали, что так надо делать. А были евреи, что это подтверждали, а были евреи, что не хотели. И у них пошло. И уже за пять минут две тысячи убитых в этом городе. За десять минут пять тысяч убитых в этом городе. И читаешь, и ты не знаешь. Ну, может быть, было убитых, но не столько много. Может быть, он написал, что было столько много, что сделать историю немножко более как драматическую, да, чтобы было сенсационной. Но он там такие вещи пишет за еврейских короля. Их называли совсем по... У них были грекские имена, потому что... Или римские имена, латинские имена. Агрипас, Ордус, всякие такие. Они убивали... Они своих детей убивали. Они своих братьев убивали. Это не то, что... Я думаю, что то, что сейчас Лев сказал, что мы гуманные люди из-за... Потому что из-за свидетелей. Если нет свидетелей, что сказали человеку, как он это... Что ему будет, если он что-то сделает, так его невозможно трогать. Я не думаю, что это так было на самом деле. Я не думаю, что... Тут то, что пишется, что они взяли... Шимон или вы взяли всех, убили семью, или там пол клана этого шхема. Я думаю, что это хорошо. Это хорошо. Да? Потому что тут есть... У них одна сестра. И Тора тоже пишет, что изнасилование... Это как убийство души. Когда человек... Когда мужчина изнасилует женщину в таком месте, где она кричит, ее никто не слышит, так это пишется. Если это где-то в пустыне, или где-то в лесу, где никого нету, и она кричит, ее никто не может спасать, это значит, что он ее душу убивает. Это как рецепт, как убийство. Это убийство. И они по этому... по этому поводу они пошли. Для них, я думаю, что это было как убийство. И караиты, караиты еврейские, караиты, они говорят, что мы уже об этом говорили много раз, глаз на глаз, это глаз на глаз. Да? Но не всегда... Но проблема, что когда... Проблема, что когда два... Ну, два мужика там... Начинается какая-то борьба, и это вот... Не всегда снимается глаз, да? Один может такое сделать, что... Ты не знаешь, что ему сделать. Он ему руку разбил, и глаз опух. И что ему сделать? Разбить руку и опушить глаз. Это что-то тут... Что-то тут невозможное. Так должен быть какой-то... Должен быть какой-то закон. Но если... Если... Глаз вырубил, так надо вырубить глаз. Можешь, Лев, послушать, есть раб в караит, его называется Мошефайрус, в Ютьюбе по иврит, он говорит, да, на самом деле... Вот так он верит. Я... Я думаю, что это не сто процентов. Это не сто процентов, потому что не всегда, как я сказал, не всегда глаз отрубается, и все. Ну, ушел глаз. Беседер, ушел глаз, так можно глаз. А если глаз и нос разбил, и два зуба, и нога вот так вот пошла, так что сделать? Да, надо сейчас подумать, как ему могу, и как руку разбить, и как нос разбить, чтобы было... что было как пишется, да, чтобы было сто процентов, как пишется в ТОРе. Да, 20 секунд остается. Да, вот это все. Хорошо, ребята, очень хорошо Давид сказал, спасибо. Михаил, Виктор, Давид, спасибо. Давайте, держимся, сейчас воскресенье, проанализируем все больше. Не болейте, отдыхайте, шуба шалом. Давид, ждем гостей. Шуба шалом. Шуба шалом. Шуба шалом.